Салют, друзья, дорогие друзья, с вами ДОТА ИГРА, Эмпидематические войны, 19-я серия. Итак, на чём мы с вами остановились? А, по-моему, мы с вами остановились на большой военной кампании. Да-да-да-да-да, вот, против Киконийской Федерации, давайте для краткости будем называть её Кикония. Итак, да, у нас военная кампания совместная с Элиадой, насколько я помню. Дайте мне внешнюю политику. Да, вот она, совместная военная кампания. Так, наша задача с вами захватить ещё два города. Ну, окей, отлично, давайте мы туда с вами будем двигаться, захватим эти два города. Вообще, на самом деле, я так вот подумал, что всё-таки не самое лучшее решение сейчас очень быстро двигаться, потому что мы немножечко разрываем, у нас слишком большое получается государство, и вот тут ещё как-то всё-таки есть некоторые, ну, не до конца мы уладили вопрос о Славянске, хотя, в принципе-то, можно сказать, что и уладили почти. Но, тем не менее, там у нас проблемы ещё с едой, правда, мы, конечно, пытаемся сейчас решить, достаточно успешно решаем, но факт остаётся фактом. Так, ну что, что у нас по ресурсам? Да, у нас главная проблема — это отсутствие угля, но мы сейчас угольную шахту... А, нет, пока мы ещё её не взяли, но скоро возьмём. Скоро возьмём угольную шахту, и, по идее, ситуация с углём должна изменить. Так, ну что, давайте, наверное, ход, потому что у нас, в принципе-то, все войска, насколько я помню, передвинулись, соответственно... А, вот ещё, да, вот он. Это ещё генерал пришлый. Упался, которого надо уничтожить. Да-да-да-да-да. Хорошо, что я его увидел, а то б я про него забыл. Так, понятно. Город Лилия. У нас главный торговый город, получается. По всеми подряд мы тут торгуем. Сразу четыре торговых пути у нас. Портовый, портовый город. Так, да, и хорошие войска у нас идут. Ну давайте ход. Давайте ход, давайте ход. Так. Так, это неинтересно. Я хочу посмотреть, предпринимает ли Элиада какие-то усилия для того, чтобы атаковать те... Так, ну новая Македония не особо, наверное, интересно смотреть, как она её делает. Вон, давайте подсмотрим такой там. Так. Ага. О, это славненькая. Кикония у нас... Атакует Элиаду, да. Смотрите-ка. Киконийцы-то там ещё сопротивляются, сопротивляются. Независимая нация сражается против независимой нации. Смешно. Очень смешно. Так, ну ладно, всё, это всё понятно, окей. Так, нет поставок с торгового пути. Отменить сделку или подождать? Давайте пока подождём. Государству Ледая был предложен мир, как вы и запросили. Окей. А, это мне сообщила Элиада, что они, да, хотят того, как мы договаривались, что они... А, отлично. Они всем предложили мир. Очень хорошо. Я очень рад. Так, Элиада предлагает нам поставить 10 пищи. 3 знания, 2 влияния, 1 дерево. В обмен на 3 угля, 20 камней и 20 золота. Ребята. Счёт прям переборщанский. Чё-то прям жёсткий переборщанский. Может, вот так вот мы сделку перезаключим? Потому что, если честно, то прям до хрена всего. Мне жалко отдавать. В связи с тем, что, в принципе, я отдаю ни за что. С другой стороны, я понимаю, что... С другой стороны, мне надо Элиаду поддержать. Потому что им тоже нужно где-то там воевать как-то. Ну, ладно, давайте. Вот на такое вот я согласен. Так, храм рядом с городом Полиолис. Получено улучшение защиты. Города и деревни растут и процелят. Нажимает простой великой империи, которая станет центром всего мира. Да будет так. Аминь. Государство Нового Македония отклонило предложение. Окей. Так, Ледая отклонила. Остальные, видимо, непонятно. И, видимо, остались. Ну-ка, подождите. Так, в общем, они воюют с Новой Македонией, получается. Ну, со всеми они воюют. Ну, блин, вот проблема в том, что Элиада воюет со всеми. А что я могу сделать? Я же не могу их поддерживать в войне против всех. Я-то против всех не воюю. Отличая от них. Так, ну, посылать конных воинов абсолютно бесполезно. У них маловато было параметры. Параметры было маловато. Так. Атакуем. Я уже слышал, что мы завоевали. Так, отлично. Угольную шахту мы взяли. Супер. Так, переключаемся. И следующим у нас на очереди город Тирха. Город Тирха. Давайте подвигаем все войска сюда. Силозащита это 1,24. Давайте, окей. А вот этих отряд воинов точно сюда. Все, здесь у нас уже три отряда двигаются. Так, вот еще построен у нас юнит в Дихитонии. Ну, давайте его тоже, соответственно, сюда. Больше трех на одной клетке находиться не может. Так, тут у нас где-то был полков... Этот самый какой-то. А, вот он. Давай, уничтожай его нахуй. Есть. Супер. Все, молодцы. Генерала мы уничтожили. От нас, к сожалению, упал немножко юнит. Но ничего страшного. Давайте перегоним его в город Сараганда. А дальше уже будем разбираться. Так. Что дальше? У нас коняха появилась. Коняха вещь полезная. Тоже перебрасываем ее сюда. В принципе, сейчас наша задача просто ввести все войска к линии фронта. К линии фронта. Я не вижу. Я начинаю путаться в войсках. Да, в общем, пока все войска ведем к городу Антипатрия. Так, здесь. Ну, продолжаем перестраивать поля в фермы. Да, на это уходит некоторое количество золота, но, как говорится, полная фигня. Так, что у нас по поддержке рождаемости? Потому что моя программа, конечно, я уже говорил, что она не очень эффективна. Так, вот так сделаем. И давайте нашу столичку поддержим. И, в принципе, чуть-чуть увеличим количество населения. Потому что... Почему бы и нет, на самом деле? С едой у нас... Так, у нас, кстати, на самом деле вот с вами в чем проблема. Счастье. Счастье мое. Блин, а знаете в чём большая проблема? Потому что у нас правительство минус 30, люди недовольны. Проблема в том, что у нас правительство минус 30 и люди недовольны. Но в принципе у нас национальная гордость высокое количество ресурсов влияния армии. Вот у нас армия большая, всё-таки национальная гордость. То есть мы завоёвываем, развиваемся, количество ресурсов у нас большое. Да, это тоже гражданам, естественно, нравится, что у нас много ресурсов, что мы не обеспечены. Так, а вот ещё чуть не пропустил. Всё? Больше у нас остальные заняты вроде. Так. Ну, есть некоторые проблемы с углём, некоторые проблемы с едой. Но это пока фигня. Но это фигня, честно скажу. Скажем честно, что это фигня. Угольную шахту мы сейчас получили. Да, в общем, дальше город Тирхан, надо его завоёвывать. Так, что у нас по решениям? Выспевание героев. 10 золота, 10 камня, 10 дерева. Золота, 10 камня, 10 дерева. Я, кстати, могу это сделать, воспевание героев. Укрепляет мирные отношения. Ускоряет эмоцион повреждённых юнитов. Может, ускорим? Давайте. Все семьи пострадали в войну. На дань уважения мужчинам, которые пали, чтобы защитить свою дому и страну, вернуло мир в наши сердца. Тирион в конкурс получил... Так, город Тирион получил улучшение покорность. Юнитов основных подвижений 1. Отношения с фракцией Новой Македонии были улучшены на 15%. Итог ресурсов 15 влияния. Некоторое количество ресурсов было потрачено. Окей. Ну, в принципе, это хорошо. И с Новой Македонией то, что у нас хорошие отношения стали. Да, это очень хорошо. Очень хорошо. Мы торгуем. Может быть, мы попросим их... Вот, знаете, что мы сейчас будем сделать? Давайте через Новую Македонию. Я... Потребует предложение мира другой стране. Или ада. А, слишком... Рано. А, у них эти самые, да, сейчас эмиссары. Или что? А, нет. Так, ну что, может мы тогда с ними как-то под эту самую информацию об объектах? И видимости юнитов. Ну, не знаю, сколько это. В принципе, давайте обмен картами. Предложим им. А если вот чистая информация об объектах? Неважно, да, то есть, в любом случае. Ну, окей. Вот доступ к торговым путям. Давайте, доступ к торговым путям. Вот. Улучшим отношения с Новой Македонией. У нас небольшой анклав есть. Город Кисос. Так что, почему бы и нет. Хорошо. Какие еще мы можем принять решения? Асклепион фигня. Рабы, рабы фигня. Соревнования. Блин, ну, соревнования это пища. Вот в чем проблема? У нас пищи-то нету. Хотя, было бы неплохо их провести. У нас все-таки падает уровень лояльности. Ладно, может сейчас еще немножко завоюем и будет получше. Давайте ход. Давайте ход, давайте ход. Так, ну в общем, сейчас нам надо будет, конечно, разовоевать. Это сейчас такая, в принципе, главная... Главное, что-нибудь сделать. Так, Илиада тут сражается. Я что-то... Понятно, понятно, понятно. Ну, что-то они какие-то там корабли направляют. Так-то. Да, конечно, если сейчас мы нажмем на Киконию, то новой Илиаде станет полегче. А то они там со своими не могут справиться повстанцами. Тебе территории нормальные, нормально завоевать они не могут. У них рваная очень территория. Блин, а вот тут-то и Киконийцы Илиаду, конечно, грызут, грызут. Больно. Не, ну тут, конечно, просто ад происходит. Так, новая технология у нас открыта. Это очень хорошо. Следопыт теперь открылся в ВОЗ. Или он был уже открыт? Ну и суть. Давайте вот эту вот технологию прокачаем, наверное. За три хода, да. Было отклонено. Они удовлетворены текущими отношениями. Как хотите. Ардийское царство отклонило соглашение о мире. Ну, нет так нет. Ну, что сделать? Ну, я, в общем, по итогу они со всеми воюют. А куда государство Лаклида делалось? Подожди, 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 подожди. Лаклида. Какие у них отношения с... А, они друг друга не нашли ещё. Понятно. Да, ну, вот, в общем, что-то они тут какие-то флоты готовят. Окей. Ладно, мы с вами занимаемся своими делами. Так, город Тирху нам надо взять. И у нас нет других вариантов. Окей, атакуем. Окей. Мы не можем пройти. Здесь горы. Обойти я никак не могу. Поэтому нам с вами всё, что остаётся, это... Ну, ты восстанавливаешься, понятно. Ты идёшь сюда. В общем, всё, что нам остаётся, это вот... Только вот так вот делать. Кстати, а здесь я бы... Воодушевил. Вот так. Немножечко воодушевим наших солдат. Сила защиты 1.41. Да, давайте. Ну, и, наверное, в принципе, уже можно будет скоро на войну отправлять. Так, тут мы продолжаем решать вопрос с едой. Кстати, вопрос с едой. У нас с едой потихонечку вопросы решаются. Уже 32 у нас еда. Но мы торгуем там с кем-то едой, так что... Достаточно очковое движение, чтобы построить ферму. Да, и не тут. Хотелось. Ну, что-то хотелось, конечно, но что уж поделать. Блин, ну... Тут флот, конечно, сюда здесь идёт. Так, мне это не нравится. Давай в город Дальдесса. Так, тут у нас какой-то отряд. Он идёт, окей, да. Так, а вот это вот флот Хаонии. Он может здесь куда-то высадиться. Так, знаешь что? Переведу-ка я конных воинов в опус. А вот этот отряд воинов я переведу в город Телейдай. На всякий случай прикроем-ка мы побережье, ребята. Может, конечно, это зря. Может, я перестраховываюсь слишком сильно. Но, знаете, чё-то мне не нравится. Я такой, ну, его нафиг от греха подальше, ребята. Я серьёзно. Так, возвращаем, возвращаем, возвращаем. Ну, что я вам хочу сказать. В принципе, у нас 4 города только не имеют вот этого уровня 3. То есть не имеют такой большой зоны контроля. Окей. Так, соотношение рабов 20%. Блин, когда у нас там рынок рабов откроется? Мне прям рабы нужны, говоря. КНГ нужны рабы, потому что мы, в принципе, можем увеличить поселение. Да, вот 101%. У нас национальная гордость увеличилась за счёт того, что мы новую шахту захватили. Так, ну что, тогда, может быть, соревнования проведём? Потому что золото у нас есть. И да, у нас есть. Да, вот, смотрите. Поселение с рядом с городом Фермион получил улучшение следопытка. Очевник Ковала получил улучшение штурм. Новый юнит в распоряжении Воины. И питок ресурсов 12.6 у нас получше это самое. Отлично. А где у нас новый юнит Воины? Так, ясно, я вот так не найду. Воины. А где у нас новый юнит Воины? Тут он, что ли, где-то? Получился. Берялся. А? А, вот он он. Пути-пути какой. Вот он. Новый юнит Воины. Отлично. Очень хорошо, что он рядом с фронтом появился. Сейчас мы его отправим. Видите, какой полезный навык? Так, что у нас по строительству? Верфь, храм, конюшня. Конюшня. Вообще, я не знаю, может быть, где-нибудь здесь конюшню бахнуть, потому что мы так далеко кавалерию ведём. Но, правда, с другой стороны, кавалерия-то быстро скачет. Тык-дык-дык-дык, и всё, я надул. Ладно, давайте пока не будем поэкономить ресурсы, потому что конюшню тоже обслуживают ещё. Блин, у нас проблемы с углём. Тотальные. Тотальные проблемы с углём. Подожди, а можно смотреть? Я хочу... Стратегический обзор. Покажи мне, пожалуйста, где ещё есть угольные шахты. Но из известных мне вот здесь две. Это далеко. Как я... Когда не дойдёшь. Так, давайте-ка попробуем купить уголь. Блин, а все, все просят уголь. Смотрите, у всех дефицит. Глобальный на карте дефицит угля прямо. Дефицит угля на карте. О, вообще 18 у людей угля. У меня-то 122 хоть. А новая Македония, сколько у них угля? 12. Просто это, ну, в моих масштабах это фигня. Я, конечно, могу по 2-3 уголька купить везде. Ну, дело такое. Ладно. Будем пока мучиться. Ну, тогда надо вот здесь завоевать. У меня, как минимум, здесь две угольные шахты известные, да? То есть вот раз, и где-то ещё... Где-то ещё вот она, два. Ну, тогда вот эти две надо угольные шахты какие-то. Блин, у них здесь круглых городов очень много, особенно. Может, ещё тут где-то. Мы просто не знаем. Может, где-то тут ещё есть угольная шахта. Вверх, тут золотой рудник. Нашёлся. Ладно, давайте ход. Просто фигово, что у нас угля не хватает. В какой-то момент мы можем столкнуться с тем, что... Ну, просто у нас встанет всё. Так, Элиада тут воюет с Беконией. Молодцы. Грохнули коняху. Ну, это понятно. Понятно всё. Ладно, давайте, короче, пропускаем это всё. Ничего интересного тут нету. Так, новое государство Пиония. Да, это мы с вами видели. Пиония — небольшая страна с низкой численностью населения. Это средняя поселия страна с рядовой экономикой. Средняя поселия с рядовой экономикой. По управлению государственного строительства, город государства. Нациям нельзя доверять. Враги страны ведутся не делал очень строго. Страна находится в состоянии войны с государством федерации Акикония. Ну, так отлично, слушайте, начать ход. Это очень хорошо. Почему? Потому что раз мы встретили такое замечательное государство, как Пиония. Да, вот оно. Давайте-ка мы, во-первых, запросим мир. Раз уже. Это первое, что мы сделаем. Это сразу же мир. А во-вторых, а во-вторых, может быть, лишний союзник против Киконии нам не повредит. Так, ну что? Здесь. Здесь надо брать государство Тирха. Город Тирха. Давайте начнем с вот этого слабого отряда, который имит ответ. Сейчас прикиньте пах, и он возьмет город с ходу. Ха-ха. Это будет прикол. Ну все, слава богу, он не взял. Да, а то я уже, я бы разочаровался очень сильно в себе. Так, а вот теперь берем. Ну, я надеюсь, в самом случае. Да, есть. Все. Город Тирха взят. 4 тысячи людей было изгнано. Но смотрите, мы сколько рабов завоевали. 8 целых 3 десятых раба. Это очень много. Но 8.3, понимаете, да? То есть это здесь, это самое, в тысячах все. Поэтому это 8 тысяч 300 рабов. Да, очень хорошо. Очень богатый мы взяли город. Так, во-первых, Тирха горит. Нужно ей срочно оказать помощь. И угольная шахта мы тоже оказываем помощь. Окей. Так, а это у нас границы снабжения, да, я так понимаю? Нет, нам не нужны границы снабжения. Снабжение клетки лишь 30%, 50%. Так, тогда давайте чуть-чуть тормознем. Тут тоже я не хочу подставлять войска под низкую численность. Вот мы воодушевить можем воинов. Давай, все. А, кстати, вот такой воинов еще. Кто воодушевить? Ну, я что-то протупил. Ну, раз я протупил, значит, они у нас будут лечить. Так, в общем, сейчас Тирха... Да, давайте, город Тирха. Мы его возьмем. Как там было? Тирха с двумя Р. Окей. Татаула следующий у нас. На очереди. Городок. Перескакиваем сюда. Такс, по еде. В принципе, скоро мы уже можем... А, вот здесь, конечно. Ну, ладно, было. В принципе, мы можем уже скоро не тратить уже так много золота. Идой у нас пока все нормально. Но, как говорится, береженого бог бережет. Мы, в каких случаях, лучше продолжим. Так, я начинаю забывать, где у меня поселенцы находятся. Меня это... Знает. Очень сильно раздражать. Начинаю как болван ползать по всей карте. А, вот же еще поселенцы, елки-палки, блин. Вперед, вперед, вперед. Тут у нас поселенцы нет. Так, по внешней политике. Да. Мы воюем с Киконией и со всеми остальными. Это хорошо. На это дело мы не тратим разведку. Решения ничего интересного нет. У строительства мы ничего не строим. Здесь, туда... Ну, пока все оставляем так же. Единственное, что госсубсидии я бы чуть-чуть уменьшил бы. Наверное, знаете, что... Вот центральный город наш. Чуть-чуть тоже подуменьшить. Подуменьшить, потому что... У нас начинает уже не хватать угля. А угля во многом начинает не хватать, потому что... И его города начинают очень много жрать. У нас же города жрут уголь. Слушайте, я сейчас подпекался, я вас обманул. Давайте проверим. Нет, ну вот они, вот они жрут уголь. Как города могут не жрать уголь? Конечно же, они жрут. Кстати, а у нас улучшения торговли здесь нет. В каких у нас городах нет улучшения торговли? Ну-ка. Это надо решить немедленно. Это вопрос. Торговля. А, вот был город Дальдеса и... Вот еще Хиса. Ну, здесь, кстати, вот есть покорность. Да, получил город. Там амфитеатр. Увеличивает счастье. Это хорошо. Так, ну что, друзья. Давайте на этом закончим, потому что... Я что-то в последние две серии очень сильно... Очень сильно большие они были. Давайте-ка немножечко тормознем. Так. А тут мы, кстати, практически соединились. Да, у нас осталась буквально одна клетка. Убеди ты вот эту штуку. Дай мне вот такую окраску цветового верла. А, ну вот мы даже, смотрите, да? Вот здесь уже практически соединились. Уже, так сказать, краешками. Краешками. Углами сетки. Углами сетки соединили. Ну, окей, хорошо. Пускай здесь Ледая все это забирает. Я не против. Так. Ну, в общем-то, значит, что у нас с вами сейчас... Ну, на данный момент... О-ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзья мои. Друзья мои, гоплиты. А это гоплиты. Да, все-таки по технологиям мы отстаем. Смотрите-ка, у них уже гоплиты. Блин. А у них уже гоплиты. А у нас пока... Только, ну, вот максимум воины с фалькат... А, воины с топорами. Даже что, не воины с фалькатой. Блин. Что у нас там по исследованиям-то? Куда тут какая-то недоступная? А что она может быть недоступной? Я тут все прокачал уже. Вот аго. Вот это вот осталось. Ладно, мы дальше пойдем. Потом несокрушимость. Будем прокачивать. Ладно, в общем, короче, друзья, давайте мы с вами подведем небольшой итог. Итак, мы с вами подвели все войска. Взяли город Тирха. Я думаю, что в следующей серии вот эта вся огромная Арава, вся вот эта наша армия, ну, без дела ей стоять явно она не будет. Берем город Татаула, берем рудник и двигаемся, двигаемся здесь дальше. Если здесь есть соединение, а оно, судя по всему, здесь есть сухопутное соединение. Соответственно, проходим и здесь разворачиваем большой широкий фронт. Дальше вот вопрос уже. Так, по итогам у нас с вами, да, вот, наибольший процент выполнения из всех победных условий. Как видите, у нас военное превосходство 75%, мы на первом месте. По конкретным, по конкретным рубрикам, так сказать, да, военное превосходство мы на первом месте, развитие страны мы на первом месте, превосходство технологий. Мы, так сказать, на первом месте, но, видимо, вот военные технологии у них гораздо получше. И общая победа 33%, мы на первом месте. Так, ну и исторический повтор, я думаю, что я вам его покажу, с учетом того, что нас достаточно много мы уже с вами видим, мы с вами достаточно много всего видим, и у нас есть возможность наблюдать за тем, что и как происходит, как происходило развитие. Конечно, это еще не окончательно, понятно, что мы с вами потом в будущем вообще всю карту откроем полностью, она у себя будет белая, и мы с вами будем уже, так сказать, наблюдать за развитием всего мира, кто как и куда двигался. Графики я показывать не буду, стараюсь не забыть графики показать в следующей серии. Будем с вами чередоваться. Да, ну вот видите как, действительно, вот тут вот не так далеко было от нас вот Ледая, государство, и пока мы тут с вами в реке, помните, здесь форсирование долгое было, тяжелое, в общем, Ледая это была не так далеко, мы с вами могли ее легко взять, ну, столкнуться с ней очень быстро. Но гоплиты, это будет тяжело, ребята. Гоплиты будут выносить нас. Что-то Ильяда, видите, борется, 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 борется с Киконией, но им тяжело, конечно. Сейчас то, что, тот факт, что мы вот здесь вот сейчас что-то захватим, мы, конечно, существенно поможем Ильяде. Ну, главное, чтобы Ильяда потом это оценила, а не придала нас. Это, знаете, как бывает. В общем-то, друзья, давайте на этом мы с вами закончим, я вам всем говорю большое спасибо за просмотр, с вами был Додо, не забывайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВК, а я вам всем говорю еще раз большое спасибо за просмотр, с вами был Додо, всем удачи и всем пока!